Всем привет! Меня зовут Нина, мне 12 лет. Я учусь в Лиллскол. Август в Лиллскол – это месяц с морской тематикой. Ведь море – это не только место, где мы плаваем и купаемся, но и море новых идей, новых открытий. В море обитает множество разных существ. И сегодня мы порисуем яркую тропическую рыбку. Прежде чем мы начнем, я хотела бы немного рассказать о своих материалах, которые я сегодня буду использовать. Это моя акварель Сакура. Я ее купила на Алиэкспресс. Она японская и очень качественная, с вот такими ванночками с краской. Это очень удобно. Кисточка у меня тоже с Алиэкспресс номер один. Магазин синтетическая. Ничего особенного, вы можете брать любую из магазина. И гелевая ручка – это Эрих Крауза. Совершенно простая, ее можно купить где угодно. Итак, начнем. Сегодня мы с вами не будем использовать карандаш и стиражку. Мы будем рисовать сразу красками. Итак, берем водичку, акварель. И берем ярко-зеленый цвет. Для этого в обычный зеленый надо добавить желтый. Мы начинаем с туловища нашей рыбки. Вот такой полукруг. Мы сразу его закрашиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Стараемся работать быстро, но аккуратно, чтобы не было разводов. Вот так. Теперь я возьму голубую краску. И сделаю нашей рыбке голову. Рисуем второй такой же полукруг, только поменьше. И между головой и туловищем мы оставляем небольшой пропуск, несколько миллиметров, чтобы краски не смешивались и было красиво. Вот так. Тоже закрашиваем. Точно такой же голубой краской мы сделаем хвост. Он состоит из двух лепесточков. Вот таких. Теперь мы берем ярко-розовую краску и рисуем нашей рыбке верхний и нижний плавник. Вот так. Теперь мы переворачиваем картинку. И рисуем второй плавник точно такой же. Стараемся, чтобы наша картинка была симметричной. Поехали. Вот так. Поехали. Теперь мы берем еще один плавник. Вот так. Теперь мы нарисуем фонарик нашей рыбки. Для этого мы нарисуем кружочек розовой краской вот здесь. И сделаем у него зеленую ножку. Вот так, хорошенько моем кисточку. Больше нам краски не понадобится. Сейчас самое главное дать вашей картинке хорошенько подсохнуть. Но у меня уже есть абсолютно точно такая же заготовка. Вот, она уже высохла. И я продолжу работать с ней. Насчет цветов. Если вам не нравятся вот эти, то вы можете взять, например, вот другие варианты. Я эту заготовку сделала, когда готовилась к уроку. Я взяла вот этот. Вот есть еще три, которые мне понравились. Можете взять отсюда. Или, например, вот еще одна рыбка-заготовка. Можете сделать как здесь. Итак, продолжаем. Больше нам акварель, вода и кисточка не понадобятся. Все остальное мы сделаем черной гелевой ручкой. Отставляем все в сторону, чтобы вам ничего не мешало. И рисуем нашей рыбке лицо. Я начну с губ. Одна губка. И вторая. Если смотреть со стороны хвоста, то они должны быть похожи на сердечко. Нижнюю губу я закрашу. Вот так. Теперь я нарисую румянец. Щечки. Я нарисую его точечками. Вот так. Сначала рисуем кружочек, а потом заполняем его точками. И глазик. Сначала мы рисуем овал. Потом века. И сам зрачок. Зрачок я закрашу. Вот так. Теперь я сделаю нашей рыбке побольше деталей. Нарисую вот такие кружочки. Вот так. Будет замечательно, если вы вдохновитесь моим уроком и нарисуете свою рыбку, своей формы. Будет очень здорово. Я нарисую рыбке плавничок, вот такой как половина листочка и полоски в нём. Вот так. Теперь я добавлю чешую. Ох, смазывается. Ну ладно, потом я покажу, как это правильно замаскировать. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавлю еще узоров. Чем больше декора, тем лучше. Добавлю еще узоров. Теперь сделаю точно такой же узор на втором полничке. Добавлю еще узор. Добавлю еще узор. Добавлю еще узор на хвост. Добавлю еще узор. Добавлю еще узор на хвост. Добавлю еще узор. Добавлю еще узор на хвост. 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 Вот так. Наша рыбка готова, но вокруг немного пустовата. Пожалуй, нарисую ей окружение. Такие красивые рыбки очень часто плавают в коралловых рифах. Их я и нарисую. Рисуем сначала два больших рифа. Между лицом персонажа надо всегда оставлять немножко воздуха. Так будет смотреться очень красиво и симпатично. Нарисую несколько длинных водорослей. Вот так. И несколько маленьких. Маленьких. Чтобы было интересно, рисуйте разные-разные водоросли. Маленьких. 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 Продолжение следует... 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 Чтобы замаскировать нежелательные пятнышки, можно поверх них просто нарисовать что-нибудь другое. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...